В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok У нас сейчас находятся на площадке три свайбойные техники, которые в настоящий момент выполняют забивку свай по четырем пятнам. Производительность этих свайбойных машин около 30 свай в смену. В ближайшее время у нас будут свайные поля по 3-4 домам. Социальные дома на Цегламенске строятся по программе расселения граждан из аварийного жилья при содействии Федерального фонда реформирования ЖКХ. Новоселами станут жители 41 аварийного дома. У нас же очень много жилья Ветхого. Вообще деревянный фонд очень большой. Потом начали вот здесь строить и все как бы оживились, довольны и рады, что начали строить. Строительство новых домов и расселение людей из Ветхого жилья – острое требование времени. При их возведении в Цегламене применяются типовые проекты, которые ранее были использованы на улице Вычегодской высокогорки. Дома представляют из себя двухподъездные и трехсекционные. Общая площадь 8 домов будет больше 14 тысяч квадратных метров. И что они будут уже социальной отделкой. То есть там будет весь необходимый санфоянс, все обои будут подклеены, то есть покраска будет выполнена. Свайные поля будут готовы к середине октября. И уже тогда начнется следующий этап строительных работ – монтаж блоков и плитоперекрытий. Инга Швецова, Сергей Минин, Панорама Севера. Депутаты регионального парламента обсуждали сегодня, как усовершенствовать систему возмещения экологического ущерба от хозяйственной деятельности вблизи и на водных объектах. На заседании экспертного совета областного собрания по природопользованию и экологии побывал Виктор Кузнецов. Возмещение ущерба от хозяйственной деятельности вблизи водных объектов или связанных с ними – вопрос достаточно узкий, но при этом очень щепетильный. Вот только оценить, есть ли воздействие на экосреду и какова его степень, и всегда представляется возможным. Это вообще-то является вредом, это является ущербом. Ну, на примере моста разговор шел, да, можно привести пример ледовой переправы. Вот когда мы намораживаем и ледовую переправу, и по ней ходит транспорт, это является ущербом для окружающей среды и в том числе для биоресурсов водных, да, той же рыбы, малька или что-то еще. Еще один немаловажный момент, когда оплачивать ущерб до того, как будут начаты работы или уже после их завершения. Зачастую часть проектов не реализуется, а деньги уже оплачены. Говорилось, что штрафы у нас, например, что легче людям заплатить штраф, чем получить разрешение на ту же добычу полезных ископаемых. Значит, то, что, например, при строительстве, при добыче песка, при строительстве мостов, при строительстве понтонных переправ мы нарушаем экологию, да, и обязаны разводить в реке мальков, да, то есть это узкая такая вот специфика. Вопрос требует дополнительной проработки, как со специалистами, так и с хозяйствующими субъектами, считают депутаты. После чего будет возможно обратиться в Росрыболовство и Министерство природных ресурсов с выработанными рекомендациями по совершенствованию законодательства. Виктор Кузнецов, Олег Ширяев, Патрон Алексеевич. Ушла ночевать к подруге и не предупредила родителей. Именно так поступила ученица третьего класса одной из школ Новодвинска. Ее разыскивали в течение всей ночи. И только утром выяснилось, что с ребенком ничего страшного не случилось. С девочкой провели воспитательную беседу, а на ее родителей был наложен штраф. Ученицу начальных классов искали все – родители, сотрудники полиции и даже пользователи социальных сетей. Найти ее удалось лишь утром, когда она, как ни в чем не бывало, пришла в школу. 2 сентября 2014 года в вечернее время в дежурную часть МВД России Приморский поступило сообщение по факту того, что 2 сентября 2014 года в утреннее время ушла в школу и до сих пор не вернулась домой. Местонахождение ее неизвестно. Учащийся третьего класса одной из школ города Новодвинска. 2004 года рождения. В ходе проверки нами было установлено, что девочка после школы пошла гулять. И, встретив по дворе малознакомую ей девочку, которая ее пригласила в гости, осталась у нее в гостях, а затем осталась ночевать. При этом у несовершеннолетней не было с собой ни координат родителей, ни телефона, ни ключей от своей квартиры и от подъезда. Точно такая же ситуация произошла у нас в прошлом году. Мы точно так же искали девочку младших классов, и она тоже пришла утром в школу, тоже находилась в гостях у знакомой. Хочется напомнить, если к вам пришел в гости чей-то ребенок, особенно если этот ребенок вам мало знаком, вы не знаете ни его, ни его родителей, то есть ваши дети, может быть, привели его с прогулки, обязательно необходимо узнать, где живет этот ребенок, знают ли родители о том, что он ушел кому-то в гости. Если есть телефон, можно позвонить, связаться с родителями. Если же такой информации нет и выяснить ее не удается, необходимо позвонить в ОМВД России Приморский для сообщения данной информации, потому что, может быть, этого ребенка как раз сейчас ищет весь личный состав нашего отдела. Ребенок оказался цел и невредим, но с ним могло произойти все, что угодно. Кстати, за первую неделю сентября сотрудниками полиции было принято 7 обращений по факту самовольного ухода из дома и государственного учреждения. Все дети были выявлены и доставлены по месту проживания. Однако в данное время у нас находится до сих пор одна из воспитанниц Новодвинского детского дома, Армановская Ринаида, в федеральном розыске. Просим вас, если вы обладаете какой-либо информацией по местонахождению этой девушки, сообщите в отдел внутренних дел ОМВД России Приморский по телефону 0501-22, либо в отделение по делам несовершеннолетних 445-85. 28 школьников из 9 европейских стран. Такова география Международной Олимпиады по истории, которая завершилась в эстонском городе Пярну. Почетное право представлять Россию на форуме «Умников и умниц» получили ученики Третьей гимназии Архангельска. С ними встретился Александр Мамонтов. Три дня праздника знаний. Так говорят об Олимпиаде по истории Евроклио, прошедшей в эстонском городе Пярну, ее участники – ребята из Третьей гимназии города Архангельска. Пока школьники справлялись с заданиями, учителя обменивались опытом на конференции, посвященной работе с одаренными детьми. Свой посыл до умов европейских коллег донес и руководитель российской делегации. Одновременно приходила учительская конференция, где мы делились просто своим опытом, общались, знакомились, разговаривали друг с другом. Это был очень интересный и позитивный опыт. На основе вопросов, фотографий и агитплакатов на тему Первой мировой войны ребятам предлагалось не только продемонстрировать знания сухих фактов, но и выразить личные переживания и чувства по поводу исторических событий. И все это на английском языке. Задания были не однотипные. Это не были задания тестовые, это были задания эссе. То есть там было три вопроса, и на них нужно было ответить в форме эссе. Получили очень много впечатлений, провели очень много интересного времени с ребятами, нашими соперниками, но они оказались очень дружелюбными. Ну и сама Олимпиада очень понравилась, ее проведение, и как организаторы все это организовали. Вернулись ребята не с пустыми руками. Кроме впечатлений, бесценного опыта, Софья привезла и почетный диплом жюри. Александр Мамонтов, Руслан Симушин, Панорама Севера. Житель деревни Починок Владимир Колесник более полувека занимается интересным, трудоемким и довольно прибыльным делом – пчеловодством. За 55 лет из детского увлечения работа с пчелами переросла в смысл жизни Владимира Ивановича. На одной из четырех пасек северного пчеловода побывали наши котловские коллеги. Приступая к работе с пчелами, необходимо правильно экипироваться. Это своеобразная техника безопасности. Нужно одеть вот такой вот халат и шляпу. Ну, и не забыть про перчатки, иначе пчелы могут ужалить. Пчел бояться не надо, они хорошие. Вот, видите, какие лапушки. Если ты правильно с ними обращаешься, они на тебя совершенно не агрессивничают. Ласково Владимир Иванович треплет одну из своих полосатых любимец по брюшку. За 55 лет жужжащие труженицы стали для пчеловода неотъемлемой частью повседневной жизни. Сколько здесь пчел? Ну, здесь, я не знаю, сотни, две-три на одной рамке. В общей сложности где-то две-три тысячи. Любовь к пчелам Владимир Иванович унаследовал от родителей, которые на пятилетие подарили сыну два улья. Тогда семья Колесник жила на Украине в Виннице. Сегодня у Владимира Ивановича четыре пасеки в Котловском районе. На каждой по 25 ульев. Забот не в проворот. За пчелами, говорит пасечник, как за детьми малыми. Глаз да глаз нужен, чтобы не улетели. Они же, как и люди, совершенно разные. С одной надо лаской поговорить, ее уговорить. Со второй надо построжить. На такую заботу пчелы отвечают взаимностью. В этом сезоне, к примеру, они собрали для своего хозяина аж две тонны меда. Чтобы собрать килограмм меда, нужно где-то от 15 до 18 тысяч вылетов одной пчели. Любопытный факт. Чтобы пропитание зимой хватило всем пчелам, а главное матке. Всех самцов женское большинство пчелиной семьи перед зимовкой выдворяют за пределы улья. Они их собирают, перестают кормить. Когда тебя теряют силы, они их за крылышки и на улицу. А почему? Чтобы сэкономить корм зиму, не надо мужчин им. Весной они опять вырасят мужчин, чтобы спариться с маткой и чтобы получить потомство. Владимир Колесник – пасечник в Архангельской области известный. А недавно Владимир Иванович построил цех по откачке меда. Теперь янтарное лакомство гонится, можно сказать, в стерильных условиях. В покупателях нужды нет. На пасеку, колеснику, за медом и другими продуктами пчеловодства едут не только со всей Архангельской области, но даже из Питера и Москвы. Люди радикулит лечат, и желудочно-кишечный тракт, приезжают астматики. Они просто жуют мед. В соседней деревне женщина постоянно берет. И она уже говорит, я забыла, что такое ингаляторы и так далее. Благодаря изобилию разнотравья на лугах и в лесах, теплой погоде, мед в этом году получился особенно целебным и ароматным, говорит Владимир Иванович. С 1 ноября этого года жители Архангельска в обязательном порядке будут делать отчисления в фонд капитального ремонта. Это нововведение коснется всех собственников помещений в многоквартирных домах, то есть почти каждого из нас. Как относятся Архангела Городцы к тому, что государство снимает с себя заботу о капремонте домов и перекладывает ее на владельцев квартир, узнаем из нашего традиционного опроса. Знаю, как отношусь. Мы живем в кооперативном доме, у нас все свое управление, мы туда платить в общую городскую казну не будем. У нас свое управление, и мы платим давно уже на текущий ремонт, на капитальный ремонт. Я об этом знаю, а отношения пока мое, мне информации не хватает. Чтобы оценить обстановку. Так-то тяжело жить на такие пенсии. Да тут еще все, цены повышают, повышают на все. Даже вот на даче столько плоти за все. Это вообще, не знаю, как будем жить. Я против. Знаю, но от этого ничего не изменится, мне кажется. Почему? Почему не изменится? Ну, жизнь так устроена, наверное. Просто мы уже ни в чего не верим. Как относимся? Положительно? Чтобы ремонтировали наши дома? Вот и все. Знаю, положительно отношусь. Нужно ведь восстанавливать жилье, да? Старое как-то. И поэтому я положительно оцениваю это. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что нас никто спрашивать не будет. Если будет такое решение, то решат без нас. Без нашего участия, я так полагаю. Знаем мы про это. Слышали. Это уже все решили без нас. И без нас это будет делаться. Так что простой народ, мне кажется, тут уже ничего не сделает. Только отчислять на капитальный ремонт и все. Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Атомный ракетный крейсер Юрий Долгорукий, построенный в Северодвинске, произведет пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря. Новый этап испытания ракетного комплекса состоится в ноябре. Как и прежде, «Булава» будет запущена по полигону Кура на Камчатке. Ноябрьский пуск станет последним, третьим в текущем году. Два других запуска этой ракеты запланированы уже на 2015 год. Ранее, 10 сентября, другая атомная подводная лодка «Владимир Мономах» успешно запустила «Булаву» из акватории Белого моря. Отделение Пенсионного фонда России по Архангельской области примет участие в Маргаритинской ярмарке. В дни работы ярмарки все желающие смогут получить консультацию специалистов Архангельского отделения о назначении и выплате пенсии, социальных выплат, об оплате проезда к месту отдыха неработающим пенсионерам, о распоряжении средствами материнского капитала, а также о новом порядке формирования пенсии с 2015 года. Стенд регионального отделения Пенсионного фонда будет работать во Дворце спорта профсоюзов 19 и 22 сентября. Продолжается регистрация заявок на участие в Архангельском кроссе наций. До 20 сентября заявки принимают в Центре развития массового спорта «Норд-Арена». Всероссийский день бега кросс-наций в нашем регионе, как и по всей стране, пройдет 21 сентября. В мероприятии могут принять участие все желающие. На выбор предложены дистанции 1000, 4000 и 8000 метров. Церемония открытия 11-го кросса наций состоится на пересечении улицы Карла Липнихта и набережной Северной Двины. 20 сентября завершается прием работ школьников и педагогов на конкурс «Сочинение о путешествиях по родному краю». Он проводится в двух номинациях – «Путешествую с классом по Архангельской области» и «Лучший педагог-организатор школьных поездок». Итоги конкурса подведут 23 сентября, а награждение победителей состоится 26 сентября в визит-центре Кенозерского национального парка в Архангельске. А теперь обзор главных тем свежего выпуска газеты «Правда Севера». В одной из архангельских школ родилась инициатива вахтеров и охранников заменить электронным турникетом, учеников снабдить карточками, а родителей уведомлять о передвижениях их чат-эсэмэсками. Во всех плюсах и минусах этого проекта разбирались журналисты газеты «Правда Севера». Кризис первоклассника – так называется материал, в котором журналисты «Правда Севера» пытаются разобраться в том, почему именно сейчас у учеников первых классов поубавился интерес к учебе, как помочь ребенку пережить кризис первоклассника. Читайте на страницах свежего выпуска. Архангелогородец Константин Журавлев отправился в Норвегию изучать сельское хозяйство, а заодно и уклад жизни этой страны. В свежем номере «Правда Север» наблюдение и размышление о жизни северных соседей, о схожести и различиях наших стран. В Архангельском музее изобразительных искусств открылась экспериментальная выставка «От иконы до авангарда» – духовной метаморфозы русского искусства. Почему авторы экспозиции решили собрать в одном зале настолько разные полотна и что из этого получилось? Читайте на страницах свежего выпуска «Правды Севера». 28 народных умельцев из Швеции, Норвегии и Финляндии приехали в Архангельск, чтобы раскрыть все грани поморских промыслов и ремесел, а также поделиться собственными знаниями. Чем вдохновились и чему научились скандинавские гости, знает Инга Швецова. Архангельские гостиные дворы объединили десятки скандинавских хранителей старинных промыслов и ремесел. Умельцы приехали себя показать, на коллег посмотреть и опытом обменяться. Чем мы интересны? Например, семантика по вязанию, которая проходит шитье лодок. Это все безвозвратно утрачено в Норвегии. И теперь понимать и объяснять смысл мастерам им достаточно сложно. Визит в Архангельск скандинавских коллег – часть большого международного проекта «Ремесло без границ». Его главная цель – сохранение и возрождение старинных промыслов и ремесел. Например, таких, как ткачество. Народный мастер России по орнаментальному вязанию Галина Челпанова заметила – архаичные поморские узоры схожи со скандинавскими. Например, вязание поморья. У нас вывязывались восьмиконечные звезды в различных вариантах. И когда я изучила, познакомилась с норвежским лизанием, я там тоже увидела сплошь эти восьмиконечные звезды. Чем поморский коч отличается от ладьи, почему модель судна после первого спуска на воду ставили в часовни и храмы, об этом и многом другом скандинавские гости узнали на экспозиции «Паруса по море». Старинные обычаи очень заинтересовали норвежских коллег. Существуют огромные сходства и, конечно, хочется вернуться назад, чтобы о многом рассказать местному населению. Прошлое хранит богатую историю, и сейчас мы стараемся это сохранить. Очень много общего в том, как жили люди, какие традиции у них были, что им помогало выжить. Когда мы собираемся вместе и делимся опытом, то понимаем, что мы очень похожи. Совсем скоро, 20 сентября, скандинавские гости побывают на крупном культурном событии по море Маргаритинской ярмарке. Где представят уже свои ремесленные техники и изделия. Инга Швецова, Руслан Симушин, Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 19 сентября на нашем канале с 10 часов начнется прямая трансляция официального открытия деловой программы Маргаритинской ярмарки, где состоится церемония награждения предпринимателей региона. А 20 сентября, даже не выходя из дома, вы сможете увидеть торжественное открытие Маргаритинской ярмарки с участием лучших творческих коллективов Архангельской области. Смотрите прямую трансляцию праздника 20 сентября в 11 часов. Также 20 сентября в 19.30 любители авангардной музыки увидят концерт норвежской группы «Mara and the Inner Strangeness». Эта группа, где соединяются такие жанры, как джаз и инди-рок, появилась в Тромсё осенью 2009 года. Концерт состоится в рамках норвежско-российского молодежного фестиваля «Урбанд Кэмп». А 21 сентября в 18.30 смотрите прямую трансляцию с заключительного концерта фестиваля «Урбанд Кэмп. Лови момент». Телеканал ПС освещает 4-й международный фестиваль имени Фёдора Абрамова «Родниковое слово». 21 сентября в 11.00 в прямой трансляции вы увидите спектакль Московского русского духовного театра «Глаз. Сказочный мир» Корнея Чуковского. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. Этой осенью в Устьянском районе произошло грандиозное событие. В деревне Малиновка состоялось открытие современной лыжероллерной трассы мирового уровня. Ее возведение началось еще в 2007 году и вот спустя несколько лет спортивный объект сдан. С подробностями Артемий Заварзин. В истории российского спорта таких торжественных перерезаний красных ленточек были тысячи, но это особое. Официальное открытие лыжероллерной трассы наметило новый виток в развитии спорта как в области, так и во всей стране. Соревнования возможно проводить как летом, так и зимой. Уже в феврале следующего года здесь на старт выйдут участники чемпионата страны по лыжным гонкам. А пока дистанцию протяженностью в 6 километров первыми опробовали участники чемпионата и первенства области по лыжероллерам и кроссу. Для нашей области это большой прорыв в лыжном спорте. Теперь ездит, готовится, это своя домашняя база. Так что очень доволен. И рад, что ее построили наконец-то. Путь к новым лыжероллерным победам открылся усилиями как федеральных, так и областных властей. Общая стоимость проекта 255 миллионов рублей. Трасса соответствует всем международным требованиям, а качество выполненных работ лично оценила президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Оценила на отлично. В России их не так много, поэтому не думайте, что это один из сот. Это один буквально даже еще в десятке, наверное. Поэтому сейчас я только что из Тимени, вот буквально позавчера приехала. У нас там летнее первенство проходило, то есть летний чемпионат. Не исключено, что он может быть через год и у вас здесь будет проходить. И предпосылки для этого есть. Все спуски безопасны настолько, что позволяют пройти поворот на высокой скорости, а их расположение модифицировать дистанции по сложности. Кстати, Устьянская трасса уже заинтересовала спортсменов из Белоруссии и Украины. Сегодня в Архангельской области есть современный мировой уровень трасса, который позволит здесь создавать мировые рекорды олимпийских чемпионов. И это будет реализовано. Лыжероллерная трасса – первый объект будущего лыжно-биатлонного центра в Устьянах, строительство которого продолжится уже в 2015 году. В планах – возведение стадиона, биатлонного стрельбища и разминочных трасс. Артемий Заварзин, Константин Рудаков, Сергей Погребной, Панорама Севера. В завершении информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 19 сентября доллар США 38,42 рубля, евро 49,46 рубля. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «В центре внимания. Вопрос священнику». Гость сегодняшней программы – клирик Сретенского храма села Заостровье Дмитрий Костюченко. Вы можете позвонить в прямой эфир программы по телефону 639-717 и задать свой вопрос священнику. А у меня на этом все. С вами была Лариса Истомина. До встречи. Люблю просыпаться в пятницу утром, с улыбкой на мир гляжу. И даже в самой большой проблеме плюсы свои нахожу. Так и есть. Сегодня пятница, 19 сентября. С вами Юнис и прогноз погоды на телеканале ПС. В Котласе плюс 12 пасмурно, дождь и ветер слабый. В Плесецке облачно, небольшой дождь, температура воздуха 12 градусов, умеренный ветер. В Вельске пасмурно возможен дождь, сильный ветер и воздух прогреется до 15 градусов. И о погоде в Архангельске. В течение дня пасмурно. Утром плюс 8 на термометрах, слабый ветер. Днем воздух прогреется до плюс 12, ветер умеренный. Вечером возможен небольшой дождь, умеренный ветер и температура воздуха плюс 10 градусов. Желаю всем удачного дня. Ну и, конечно же, песня. Мой друг художник и поэт, в дождливый вечер на стекле. Мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. Увидимся с вами на телеканале ПС. Музыка. 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 Музыка.